А что если эта бабка умерла, короче, и из неё грибы начали расти? Ну почему тогда никто эти грибы не сорвал, не кинул в суп, не сделал ромэн 14-часовой на бабкином бульоне? Я не понимаю! Всем привет, дорогие друзья, с вами Bloodlinus, и сегодня мы поиграем в игру под названием Кровь, плоть и бекон, бетон точнее, да. Мы, короче, сегодня посмотрим на ещё одну поехавшую пиксельную игру Во времена какого-то СССР, но самый сок, знаете, в чём? Это в том, что эту игру вроде как сделала человек, не живущий ни в России, ни в СССР и тому подобное Ну опять же, я хрен его знает, я читал отзывы за эту игру, и говорили, что этот человек иностранец И сделал он игру про якобы русских, ну опять же, не русских, ну времена СССР Потому что в СССР не русские жили, а и украинцы, и белорусы, и другие, да, там, и тому подобное Вот, я хочу посмотреть, что это за игра и тому подобное, потому что мне нравятся в основном игры с поехавшим сюжетом Плюс название само за себя говорит «Плоть, кровь и бетон» Я когда-то давным-давно, мы проходили с вами, помните, дом русалок, вроде бы, или русалки Я делал на него обзор, полный, разбор, и мне очень сильно зашла эта игра Я думаю, что эта игра будет ничуть не хуже, но давайте посмотрим Эта игра тоже про какую-то билиберду непонятную, какую-то просто психическую, как всегда Наша девушка, как я понимаю, я там по описанию прочитал Попадает в аварию, в автомобильную, и начинается самый сок Так, ну если вы видите пиксельку на своем канале, значит что-то будет очень интересное Давайте начнем новую игру и увидим, что и как Начало игры раскрывается такое, знаете, как новеллка, как я понимаю Ну я так чисто слегка посмотрел просто геймплейную часть, и я так увидел это Мой череп глухо пульсирует Мир за окном моей машины исчез, вместо него там непроницаемая белизна И не забывайте, кстати, ставить лайки, друзья Покрытый снегом этот город становится взаимозаменяемым С городом из моего детства однообразные здания превращаются в массу белых квадратов Я выросла в нескольких тысячах километров отсюда Но во мгле формы становятся похожими на дворы и парковки моих самых разных воспоминаний Эти улицы чужды и близки, это так же тепло, как и жутко И мою голову как будто бы раздавливает И я не осознавала, насколько я устала Я не чувствую своих рук, только глухую боль и кусочий ветер Больше не в состоянии держать руль, я отпускаю С последними каплями бензина машина срывается с дороги И вот, друзья, походу, мы уже видим, что девушка, которая вела машину Что-то у нее явно неправильно происходит Ну, явно не то происходит, да? Монолиты возвышаются из тумана Каждый ориентир неузнаваем Какой-то сайлент хилл, да? Мои глаза хотят закрыться, я хочу держать их открытыми Тошнота карабкается из моего желудка и оседает в горле Я хочу выблевать свою душу Открыть окно, открыть окно Моя рука игнорирует мой бегающий разум и вяло лежит на руле Я не хочу умирать Еще нет Ну, давайте выберем это Я не хочу умирать И вот мы попадаем в свое детство Скорее всего, как я и говорил Ну, я не читал, что там и как Я, ну, лишь предположил, что мы будем в своем детстве Ну, не то, что в детстве В своем старом времени Когда перед тобой жизнь проносится Ты всегда возвращаешься туда, где тебе было хорошо В своей голове И тут мы играем девушкой вроде как Оставь меня в покое Можем к пацанам подойти Или к детям Фу, почему ты пытаешься со мной заговорить? Вот эти вот все этажки Все вот эти панельные дома Но вот я читал отзывы Говорили Господи, что это лежит тут Говорили, что эту игру создал иностранец Девушка, парень Ну, мне кажется, девушка Но я не знаю Можно ли создать такую игру Когда ты не находишься в этом мире, да? Ты типа не прожил И все так детально сделать, да? Мне кажется, человек мог жить А потом переехать И поэтому Ну, это мое предположение Хер его знает Там что-то лежит Тогда съемь Никто тебя сюда не звал Там труп Это неудивительно Если такое будет Да У нас быть И вороны, походу, обглодали Я просыпаюсь с куличем холодом Значит, я все еще жива Дверь заледенела Интересно, задохнусь ли я в этой машине? А, неважно И мы, получается, теперь во взрослом мире Опять же, непонятно Это наше взрослое время И мы попадаем В настоящее Но, скорее всего, это, опять же Ну, это наша память Это не настоящее сейчас происходит Среди мертвых панельных домов И пустых улиц Сидит молодая девушка Методично лепящая снеговика С глазами из рябины И носом из шишки Ее сильно сосредоточенный взгляд Заставляет меня сомневаться Стоит ли мне ее звать? Похоже, что она меня совсем не замечает Первое, что я замечаю Это ее руки Уже красные от мороза Голые Наверное, больно так лепить из снега Второе, что я замечаю Это то, что и школьная форма На несколько декад устаревшая И, кроме того, просто не подходит Для середины метели Ну, так она так описывает Как будто бы Из снега прям лепить было Трудно там И руки обжигала Да пофиг Главное Ну, это Ну, никому ничего там не обжигало Когда в детстве мы все это делали И это было классно, круто Стой, погоди Почему ты бежишь? Черт Наша девушка Интересно, почему она так меня испугалась? Потому что это ты Сто процентов это мы Мы ее не просто так видим, я думаю И вот Одинокий свет Вот в этой панельке горит Это все так красиво Под такую музыку Но, блин И зима Зима добавляет красоты Да, я не спорю Но на самом деле Осень и весна И это вот слякоть, грязь Вонь под подъездами Бомжи какие-нибудь Это ужас Домофон, запирающий двери Полностью разбит Это здание должно быть заброшено И вот мы заходим внутрь Цокольный этаж Почтовые ящики не так плохо сохранились Я пытаюсь Я бы ожидал, что вандалы полностью обчислили это место Я пытаюсь зайти Ну, что-то там использовать Но, походу, не получается Первый этаж Лестничная клетка И вот мы Внутри Это мне напоминает Какой-то Silent Hill Это что за херня, да? Какой-то архитектор Должно быть Сильно облажался Нежели семью Которой приходилось жить в этой комнате Да Конечно Это же не намекает Ни капли на то, что Это все в нашей голове Это, конечно же Архитектор облажался Ну, такое может быть Рафшан и Жамшут Поработали Кажется, это здание Заброшено Но я не хочу случайно ворваться И в чью-то квартиру Ну, идем Давайте поищем Тут бег есть Черт, тут пыльно Пыльно Тут у нас бутылка С подводки С самогона лежит Так Зеркало расколото настолько Что я едва узнаю свое лицо Слава богу Опять видишь Она не хочет себя видеть почему-то Она так себе не нравится, что ли? Она, кстати, странно выглядит так Водовывание прозрачное И комнатной температуры Хм Интересно Окно между этой и соседней комнатой сломано Если мне надо Возможно, я смогу протиснуться через него Зачем? Пролезть в следующую комнату? Да подожди Давайте, может быть Ага Я хотел осмотреться Черт, дверь не открывается Похоже, замок сломан Походу, придется только в одно место идти Да Пролезли еще в комнату И вот она, девочка опять Передо мной стоит та же девочка, что и снаружи Теперь она пристально сконцентрировалась на кастрюле перед ней Тонкие струки пара ускользают из-под крышки Как мне нравится, что тут сделано новельно Такое новельное описание в пиксельке Потому что всегда в пикселях очень хорошо, когда идет повествование Такое, знаете, как в книге ты проникаешь Так, музыка, с музыкой что-то проблемы какие-то Она то тихая, то громкая Шум от меня, пролезавший через окно, даже не потревожил ее Так, мне... Знаете, кстати, посмотрите Дверь То есть окно, ведущее из ванны в кухню Это знаете, как вот реально, кто жил в таких домах У них было такое? Напишите в комментариях, было ли у вас такое или нет Это... Я вот всегда думал, нахрена в ванной окно для кухни в кухню И я так предполагаю, что, наверное, если ты живешь, там молишься и тому подобное Чтобы смотреть в это окно Если твой батя или мать, там, или, не знаю, кто пельмени варит И чтобы он не хавал их, чтобы подсматривать колбасу Чтобы кто-то ночью, если достал, опа, отрезает И такой, опа, прошел, посмотрел Ага, так, куда на крысу жрешь? И в окно так тук-тук-тук-тук-тук-тук Сразу резко постучал Куда последний пельмень жрешь, да? Или жена твоя взяла, там, опа А ты такой, ага, так, куда? А ну давай Ах Ну, типа, в то время СССР еды не было, там, и тому подобное Сейчас мне там напишут, что, ааа, в СССР еды было до хрена Как у меня мама моя говорит, тоже, типа Ну, и я читал комментарии в миллион Что в СССР там куча всего было Ну да, конечно И фоны были, и патефоны Ах О нет, совсем нехорошо, упс Эм, привет, не хочу Как вы сюда попали? Какая-то баба залезла В квартиру Я ничего не краду Моя машина закончилась в бензине Я ищу заправку Да, заправка тут будет прямо в кастрюле, он в бензин Заправка, у нас нет ничего подобного Твои родители дома? Я могу поговорить с ними? Ммм, я могу с ними поговорить Эээ, какая Вот представьте, если бы мужик залез бы в эту комнату И начал бы тут, эээ, говорить Я ищу заправку Welcome to the club, buddy И вот сразу посадили бы, убили бы, и тому подобное Когда я была моложе, я обожгла руку на такой же плите Дура, стоило бы клеймить себя чем-нибудь покруче Клеймить? Ты что, корова, что ли? Зачем тебе клеймо? Некоторые предметы открывают дополнительный диалог о комнате Так, смотрите У нас, походу, есть предметы Вот Банка, чтобы набрать бензина Или что-либо еще Мой единственный билет из этого места Как жаль, что я так предусмотрительно ее взяла Чеснок Это душа любого блюда Если рецепт говорит Один зубчик с чеснока То клейти сразу три И потом воняет со рта Посмотри на наше лицо Мы явно в жизни не разочарованы, мне кажется, да? Так, хорошо Некоторые предметы открывают дополнительный диалог и комнаты Вот этот вот чайник стоящий вон сзади Ааа У нас был такой Он был внизу ржав... Не ржавый, а эмаль стерлась там Короче, ужас Да Хотя, если честно Если сейчас даже посмотреть на вещи То многие вещи Куда хуже тех, которые были В СССР В смысле Вафельница СССРная Блядь, я бы, сука, убил У кого есть вафельницы? Напишите, пожалуйста, в комментариях Я куплю у вас Просто я хочу вафельницу Это вещь Я просто, ну, блин Сейчас вообще без ничего остался Хочу вафельки Классных старых На полу стопка бумаг А вот эти новые вафельницы Они либо дорогие, либо... Закиньте, пожалуйста, на вафельницу Так, взять их Печенье в клеточку Так, кого взять? Вафли Так, что мы там берем? Подожди Листы с номерами Страница, покрытая строками номеров Я не могу разобрать, что они значат Я... Да, я нажимаю Господи Когда паутины убирали в последний раз Густые пряди волос с потолка Прочно внедрились в диван Это отвратительно? Хм Так Волос Знаете, как В какой-то японской игре Витрина набита Тими же густыми черными волосами Что покрывают стены и потолок Ну, видно Ладно, сейчас В ящиках лежит старая фотография Взять ее Берем Так, изображение тебя Вот, пожалуйста И... Кстати, а почему банка до этого не прогружалась? Старая фотография замалевана И, видишь, это мы Ну, это наша девочка Это мы Что-то красное, похоже на пыль Сформировалась на кровати Возможно, ржавчина Или какая-то плесень Фу Да Кто-то Что-то красное Похоже на пыль На кровати Может, это кровь какая-то Блин, я хотел пройти А где родители вообще? Где девочка? Угу Я вышел тут Я говорю Silent Hill Так, у нас есть чеснок Мы можем зайти обратно сюда Но смысл? Набрать воды Там написано было Подожди, первый этаж А мы на второй можем пробраться, да? Может быть Диалоги пойдут дальше Чего? Уф Ты в порядке? Да-да, я в порядке Ты что, преследуешь меня? Ты можешь Спросить своих родителей Где я могу найти автозаправку? Я не преследую вас Конечно же нет Я просто и сама тут хожу Просто хожу, да? Эм, окей Я просто не хочу тут застрять Так что Мне бы хотелось найти способ Заправить машину Но вообще-то для того Чтобы заправить машину Тебе надо идти на заправку А не в дом, да? Вы собираетесь уходить? Конечно Ну вообще-то да Ой, я Так и не спросил Твоё имя Я Ника Смотри А имя другое Ника, ну приятно познакомиться Я Лера Хм, интересно Лера? Просто Лера? Мне правда Можно тебя так называть? Ну да Ты Спросишь свою семью О бензине Так ведь? Да-да-да Да-да-гада Да-да-гада Знаете, что я хочу сказать? Что за странная девица? Она ведёт себя так Как будто бы живёт В совершенно обычном месте Хотя, наверное, это Немного успокаивает Она как будто живёт В совершенно обычном месте А что это не обычное место? Это обычное самое место А самые обычные квартиры Не хватает только пьяных соседей Каких-нибудь Конченых алкарей И там подобных В таких домах Комната А Здание 202 Кстати, эта игра Всего лишь на час Где-то примерно Я не знаю на самом деле Как я запишу Но на самом деле Я не хочу Слишком длинные видосы Делать по ней Запишем её в два захода Если вам понравится Вы поставите лайк Напишите Блудлинность там Давай пахай дальше И мы продолжим дальше Так Потому что Судя по шпигеля И вы очень как-то Так слабенько смотрите На кровати лежит Коробка современных сигарет Взять её Давай возьмём Откуда у девочки сигареты А ну-ка рассказывай Хочешь хлеба или чаю Ну, в то время Был хлеб и чай Да это уже хорошо, да У меня сейчас Даже порой такого нету Эм, думаю, я откажусь В самом деле В самом деле Да Я не так голодна Я не любительница чая Ты не голодна Не голодна Но ты же проехала Весь тот путь от столицы Это очень далеко Подожди Мы рассказывали Что мы от столицы приехали Давай примем предложение Тут, кстати, я знаю Что не одна концовка будет Вот в чём интерес Ну, раз ты настаиваешь Было бы плохо отказываться Подожди здесь Я хочу кое-что попробовать 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 Насыпать яда, да Если это яд Надеюсь, он меня убьёт Безболезненно Ору Яда насыпать, да Держи это пряник Я откладывал его Так долго Так долго Что почти сама его съела Что Что почти сама его съела Мне кажется, либо перевод Очень корявый Либо я чё-то не понял Спасибо, но зачем ты его Тогда вообще откладывала А, она откладывала его А куда ты его Может, она отложила его в желудок Я прочитала в книге Что это приносит больше Удовлетворения Когда отдаёшь её другому Вместо того, чтобы её дать Есть самому Так она мне отдала или нет Я ничего не пойму Но я совсем не чувствую Удовлетворения Я всё ещё хочу есть А чё оно так написано Удовлетворение У Удовлетворение Удовлетворение Даже Какое-то странное Так Тебе его вернуть? Мне он не нужен? Нет, может быть я Удовлетворюсь Когда ты его съешь? Почему так странно написано Медовый пряник Тульский Медовый пряник Пахнущий рожью И сладкой сгущёнкой Он покрыт тонким слоем пыли И похоже Немного зачерственел Но скорее всего А его всё ещё можно съесть Я не могу съесть, кстати Ух, я тебе мешаю Нет Как ты можешь мешать? И чё мне с чаем его ебан Поесть, да? На диване лежит видеокассета Папина Взять её? Давай Всё подряд возьмём Господи Чё бы нам не взять, да? Они не... Так, новые сигареты Они не открыты Так что любой подросток Называл бы это сокровищем На передней части Отталкивающее изображение Гниющего рта Но раньше такого не было Раньше сигареты были Без таких картинок И я не знаю Я не курил Я не знаю Сейчас такие есть или нет Домашнее видео на видеокассете На розовой этикетке Написано Лето 98-го года Это получается Они записывали Прикинь, да? У них была видеокамера И они записывали видео Это... Ну им просто Я не знаю Повезло, наверное Что у них такие деньги были Потому что Я мечтал о таких вещах Я просто мечтал Сейчас у каждого в кармане Есть видео То есть Вы можете писать его, да? А Раньше люди просто Ну Хотели Чтобы у них хотя бы Видеокамера была Которая очень дорогой была Или хотя бы фотокамера В ящике лежит Крохотный кусок Жженой бумаги Взять ее? Я лично так Я лично мечтал Так Ну у меня была Мыльница Так, сожженная поэма Говорят В прошлом поэме копировали На листы Макулатуры Тихо сжигали Пока написанные слова Не инкриминировали Их писателя Неблагодарный ритуал Этот кусок Совершенно не читаемый Хм Так И че мне вообще К чему я эти все предметы Беру и тому подобное Я могу сюда зайти На столе лежат Какие-то консервы Я не знаю Я такое ощущение Как будто я собираю предметы Как будто я вспоминаю В своей молодости Что произошло И тому подобное, да? Но прикол весь в том Так что я взял Подожди Консервированное мясо Ну это просто Обычную консерву Самый желаемый вид Консервов Кусок мяса По крайней мере Слово мясо Написано на банке Оно серого цвета И очень соленое Но тушенка Господи Я не знаю Будет ли интересно Я знаю Что эту игру Перевели на очень много языков Но у меня что-то Очень сомневаюсь я Что американцы И другие нации Как китайцы Или кому-то Я не знаю Кто Проникнут таким У них явно Ну Хотя есть люди Которые жили там Бедные Там подобное Я сомневаюсь Что они проникнут Во всю эту Романтику, да? Полуброший лук Сидит в банке воды Вот взять его Ну да Вот такой хернёй Тоже вот Я даже в том году Занимался тоже Лук в процессе Типа кладёшь лук Он растёт За несколько месяцев Ты можешь старательно Вырастить лук в банке воды Ты также можешь купить Его в супермаркете За несколько секунд Но только прикол в том Что лук в банке с водой Намного хуже На вкус Я сразу говорю Я пытался растить Чем тот лук Который ты купишь В магазине Не знаю Я И он пустой внутри А там он не пустой Ну в супермаркете Может там конечно Какими-то Этими Удобрениями его делают Ну он совсем другой На вкус он совсем другой Ну для меня Чудо Что ты не вырвал Трубы из стен За трубы неплохо платят Знаешь ли Это кто говорит Кто не вырвал трубы Где вообще кровь Где бетон Ну бетон это дом Где плоть Плоть это мы Да Так и что делать Я тебе не мешаю Так ну Давайте попробуем выйти Может быть другую дверь Интересно Как долго этот телевизор Тут стоял И спускал шумно никого О этот проигрыватель Кассет Не так ли Если я найду Какие-либо видеокассеты Я смогу проиграть Их тут Но мы нашли А в чем смысл игры Надеюсь это не просто Как бы знаете Ностальгия По старому Там и там подобное Как это было В начале Дом русалки Но потом там Такой был пиздец Так Подожди Где кассета 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 Консервина Новая секрета Если бы вам Кассета Слушайте А вот домашнее видео А я не могу Подожди Какую кассету Вы хотите вставить У нас есть только Видишь домашнее видео Господи Сейчас какой-то будет Вот чисто нейросети Вот эти вот Дуристика Какая-то Пиздец Но такую херню Да Как нейросети Серьезно Херня И че Да уж Политический фильм Лол Так понятно Тут можно вставить И че Вот на кровати Лежит кассета Давайте возьмем И че там Политический фильм Лол Политический Мультфильм Наверное Да Господи Ее кроет Просто Какая Картинная Сцена Выглядит Как прямо Из детского Фильма Вот это Хм Так Тут везде Свет Можно включить Выйти на Так Пахнет Как будто бы Кто-то тут Обжаривал чеснок Может быть Мне тоже пожарить Его Но зачем Какие Чаровательные Кастрюли Сковородки Сковородки Небо За окном Незнакомо Снег Что покрывал Землю Этим утром Должно быть Быстро Растаял А Неважно Это просто Фотография Напечатанная На плоской бумаге Лол Потому что там Света А мы же В темень Приехали Какие Очаровательные Кастрюли И там Подобное Так А чем Мне делать Вообще К чему Я вообще Тут В холодильнике Чисто Внутри Только Нетронутая Упаковка Молока Взять ее Нет А почему Нет Всегда Ненавидела Вкус Молока Место Не делает Эту упаковку Более Аппетитной Место Типа Холодильник Так Что-то Лежит Вот на полу Лежит Маленькая Конфета Я даже Вижу Что это За конфеты Я помню Да В детстве Такие Были Но Я не Собираюсь Вот Конфеты На Пралине Вафель Вафель И шоколада Наберки Ностальгическая Картинка С медведями В лесу Как далеко Это кажется Теперь Да ну И было И было И что дальше Я не хочу Ностальгировать Ну было И что И сейчас Новые конфеты Есть Миллион Конфет Сейчас бы Ностальгировать По конфетам Пиздос Танее А вот Помните О Слушай А может быть Это разные Девочки Которые Были Ебать Знаете Что я сейчас Скажу У меня Такое Ощущение Как будто Я эту Игру Брал На стриме Когда ты Играл Если вы Сейчас скажете Блудлинец Ты что Забыл Ты проходил Эту игру Я скажу Закиньте Пожалуйста Мне на Врача Потому что Я реально Не помню Но у меня Очень сильное Ощущение Как будто Я в нее Играл Может я В нее Реально Играл Но я не помню Этого Сука Это ж потеря Памяти Уже Потеря Потерь Под этими Простынями Должно быть Что-то Органическое Однако у меня Нет никакого Желания Узнавать Что это Под простынями Да тут Грибы Растут На следе Лежит Маленькая Монета Взять ее Фу Монета Так Где эта Монета Потертый Пенни Это One cent Старая Американская Монета В детстве Я собирал Монеты Соблазненно Их способностью Соединять меня С веками Незнакомцев Так Это Подожди Выживка Крестиком В рамке Лежит на полу Должна быть Упала со стены Взять ее Все подряд берем Зачем Скорее всего Эти предметы Никуда не надо Применять Это просто Мы узнаем И все Вот Выживка С крестиком Со спящим котенком Я уверена Что видела Это однажды В однушке Моей бабушки Много лет назад Но такие Сейчас продаются Тоже Ух Хлеб дергается Он кишит Жуками Может быть Кто Что это за место Где живет твоя семья Мы живем повсюду Тараканы Че Вы бездомные Или что то вроде Я не знаю Что это значит Но это мой дом Я тут всегда Всем рада И тут Всегда Всем рады Точнее Особенно тебе Потому что Ты такая хорошая Но ты даже Мне не знаешь Тебе не стоит Доверять незнакомцам Это самое глупое Что я когда-либо Слышала Все иногда Незнакомые И если Ты не знаешь Незнакомцев Ты не знаешь Никого Да Девочка Ты очень умные вещи Говоришь Но почему У тебя В квартире Блять Растут Грибы И почему Коляска Какая-то Как будто На ней Дрифтили И так Нахуй И упали Нахер Тут Ехали Ехали Такийский Дрифт Инвалидный Дрифт Фарс Аж 98 48 Мне кажется Я когда-то Была в этой комнате Может быть Это был детский Лихорадочный Сон Если это мы были Ааа Слушай Может быть Ебать А что если Эта бабка Умерла Короче Из нее Грибы Начали расти Но почему Тогда никто Эти грибы Не сорвал Не кинул В суп Не сделал Ромен 14 часовой На бабки На бульоне Я не понимаю Мне кажется Я когда-то Была в этой комнате Это утешает На ковре лежит Кассета Взять Конечно взять Блядь Интересная игра Слушай Хлеб черствый Покрыт Прядями волос Везде волосы Везде волосы Фу Ненавижу волосы У меня блядь Даже если Ресница Или Как он называется С бровей Падает Волосы В еду Ну или рядом И мне это уже Противно Так Небольшая вселенная Ожила на этом Куске хлеба Так А что у нас Подожди Ужас Так Кассета Вот Фильм Из 1920 Сохраненный На видеокассете Что ж там за фильм старый Две куклы сидят на полке Взять их Так В ящике лежит Скелет птицы Взять Вот все Можно взять Просто все Воробьиный скелет Скелет этого воробья Безупречно сохранился Но его голова Оторвана А нахрена Мы это берем Вот для чего Я не понимаю Вот эти игрушки Часто встречаются В магазинах Для туристов У этих двух Отсутствуют лица Ну это матрешки Так Тут не показывают Походу ничего Иисус Христос Да помолимся Мой Господи Ведь это Пасхал Так 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 Ничего Она не скажет Пошли дальше Но это как будто бы Тот же этаж И вот еще что-то Мясо Пожелтившие стены Тускло мерцающий свет Этот замысловатый Плетеный ковер Это комната В которой я выросла Или по крайней мере Может быть ей То есть это уже Дальнее Блин Может быть это каждая наша Часть жизни И там была бабушка Там дедушка Там ковер Так Ну давайте посмотрим Что тут На кровати лежит Неоткрытая пачка сигарет Взять ее Тоже самые сигареты Кстати Где они Господи Стопка предметов Сейчас пока найдешь Они не украшены Фотографиями трупов Или угрожающим текстом Должны быть они древние Я помню эти сигареты Тоже Хоть я и не курил Но я их помню В кофе есть молоко Но оно не испортено На самом деле Оно идеально сохранилось Как будто бы вырвано Из моей памяти Вырвано из моей памяти Молоко Она ее не любит Да В одном из ящиков Лежит маленькая Фарфоровая фигурка Взять ее Сейчас вот реально Такое ощущение Как будто бы я просто Проникаю в старость Фигурка из 60-х Она основана на старой сказке Аленький цветочек Да Были такие мультики Я помню Телевидение издает Медленные глухие дыхания Был такой мультик И че Понятно Шампусик стоит На столешнице Старая бутылка колы Взять Старая бутылка колы А где же она Так Пока найдешь что-то тут Это капец Где оно Вот Старая бутылка колы А оно еще внизу Вот старые сигареты Я серьезно Я просто пока найду что-то Вот Байкал А Типа кола Байкал Кола в бутылке Выглядишь и на 30 лет Кто-то сделал несколько глотов Из нее Серьезно Зачем писать была кола Байкал и кола Это разные напитки Это фа А я думал А я думал шампанское Слушай Тут кстати все более такое Знаете Современнее что ли Наверное это уже Старое время Я извиняюсь Я случайно нажал На кнопку На одну Я просто через ОБС записываю И Порой Так Нам надо наверное Наверх идти да Или куда нам надо идти Я через ОБС записываю Я надеюсь что никто Донат не закидывает Когда я записываю Потому что это будет полный пиздец Третий этаж Угу Так я могу походу Выключать Переподключать Что тут Тут какой-то пиздец Походу происходит Может быть надо все Телеки повключать И че это Неоновая бутылка газировки Лежит в углу комнаты Взять ее И че это Неоновая Бутылка газировки Вот где ее Мать его искать Так, давайте пойдем дальше Мне... Я хочу знать, в чем смысл этой игры А не просто внедряться в прошлое, там и тому подобное Этот учебник для дошкольников взять его Я просто беру, я просто беру и все Я так могу всю игру пройти Ценные вещи расставлены на полках Витрины, книги, фарфор, стеклянные фигурки и семейные фото Тут вообще ничего не понятно Так, безликие мартрешки Вот серьезно, я сейчас буду 3 часа искать, где она там находится Вот затклая бутылка тархун Но я знаю, что такое тархун, господи Сколько бы мне мать не говорила, что это отрава Я была заворожена, заворожена его зеленым цветом Часто покупала его в ларьках Но покупали, да, мой классный тархун был, шикарный Так, букварь Вот такой, мать его, букварь был у меня, я помню Но так же он и у многих был, и что? Ну был, был, да Непонятно, серьезно, мы как будто бы в отрывке памяти в своей пробираемся Вот это вот с телеками я вообще не понимаю, что за прикол И вот опять девочка Наконец-то девочка Так, торт в плесени Он заплесневел, и более того, тут так много плесней, что, наверное, зародился новый вид плесени Лоу Так, ну Так что ж такое Привет, я узнал, где найти бензин для тебя О, спасибо На четвертом этаже есть комната, она заперта Но я достал для тебя ключ специально, вот она Это мило с той стороны На четвертом этаже, да? Конечно, всегда должна быть добра к гостям Кто тебе это сказал? Мой семья Мне показать тебе, где эта комната Комната, где та комната Думаю, сама найду Хм Так, тут спрятана какая-то книга или что? Давайте просто наберем кучу предметов И просто-напросто Потом посмотрим, что они значат, наверное, да? На нижней балке расставлены банки огурцов, консервы и пряности Ну Хм Так Четверто Вот, кстати, подожди, еще одна кассета Кстати, а кассеты мы не проверили Вот, наконец-то Какая-то билиберда Какая-то Какая-то плоть Что-то привязано к потолку Нет, кто-то Исушный труп медленно превратился Массой плоти вокруг него Я хочу бежать, отвести взгляд Но я застыла на месте Мои глаза привязаны к искаженному виду передо мной Мне надо уйти Лол Неплохо Это какая-то Это какая-то херня, которая происходила у нее в детстве И, видимо, эта херня А ну-ка, сейчас И, видимо, эта херня сейчас проецируется на взрослом времени Нет? Просто я не... А ну, сейчас А ну, давайте посмотрим, что это Не хочу смотреть Хм На том очке лежит контейнер Контейнер старых батарей Взять Контейнер батарей Ёпт Тупо, чисто Какой-то Этот, как он называется Вылез Тот ключ Какое-то мясо Так, понятно На четвертом этаже Мы должны взять Сожженная поэма Стеклянная фарфоровая Ну, погнали дальше Че тут Как он из жопы Которая штука эта вылазит Геморрой вылез Чисто из шкафа, да? Так, а ну, погнали вниз Давайте попробуем Ааа Фильмы посмотреть Что там за фильмы По кассету набрали Целую кучу В детстве такой роскоши не было, да? Мультфильм Ну, Винни-Пух Бля, забанят Вырубай, вырубай Ну, опять же Все игры, которые делаются Про русских для русских Они все С ностальгией Ну, как всегда Вот эта ебала какая-то Что-то, блядь, хуй помешо Вот это что-то Вот такая ночная хуйня Сны при 37-8 В этой градусной температуре, да? Погнали все дальше Ну, господи, херня какая-то Ужас Типа меня это должно напугать Нет Меня должно напугать Ай, блин Если уж что-то меня напугает Это должно быть что-то жестче Это херня Так, я пришел сюда, чтобы найти бензин Нет смысла уходить без него А Я, походу А, вот четвертый этаж Я немножко не туда пошел Понял Неужели тут всего лишь Почти, это что у нас? Ты опять меня преследуешь Я просил тебя этого не делать Неправда Я не преследую тебя Это ты преследуешь меня Ты следуешь за мной С тех самых пор, как я сюда пришла Это жутко, черт возьми Это место без этого И без этого зловещие Это походу садик Слушай, это реально наше время Я хотел убедиться, что ты не заблудишься Короче, я так понимаю, что каждая комната из этого дома Это наша жизнь Это наша мать его жизнь И мы просто как Помните игру, если вы не помните У меня есть игра Называется она Поезд Создал ее Как его зовут? Сергей Носков Который делает сейчас Hell to Rainbow Он, короче, там и свет делал Он и 35 миллиметров дел Офигенные просто инди-игры Советую посмотреть меня на канале Он делал Седьмой сектор Тоже охеренная игра Которая поначалу кажется Ну, такой вроде простой А потом Так, много кто приходит сюда И теряется Знаешь ли Я не хотел, чтобы ты застрял В каком-нибудь странном месте Мне нужна Мне не нужна помощь ребенка Я не знала Старые люди Никогда ничего не знают Когда чисто зумер Пытается Этот, как он называется Убить бумера Не убить, а Как бы это сказать Унизить, да? Где за меня хотелось Построить такую ракету Я думал, что Может лунатики будут Ко мне добрее Чем те Которые находятся на земле, да? Лунатики Тут написано так Чем те На земле Все Так, ладно Опа Бля Слушай, а может быть Это, сука, плоть Это наша плоть Которая Мы же врезались, да? Это плоть сейчас Господи С нас вылезла Может это так и есть? Да Вот это уже жесть Бумаги лежат на полу А ну давай возьмем А ну давай Бумаги Че за бумаги? Вышивка с котом Безлякие матрешки Воробьиный скелет Воробьиный скелет Кстати Если я не ошибаюсь В той игре Тоже такое было Ну В русалке В дом русалки, да? Так, потерто пенис Сожженная поима Где оно? Стеклинобанка Сиолеты Чертежи Когда я была моложе Я мечтала Об утопиях Запитываемых солнцем Последним проектом Над которым я работала Был торговый центр Типа Если честно Вот я не понимаю Когда я была моложе Я мечтала об утопиях Она работала Кто чертежи делает Как это называется? Забыл Как это слово? Которые разрабатывают Знаете, чертежи И там подобные Листы с номерами Страницы покрытые Строками номеров Я не могу разобрать Что они значат Каких номеров? Чего? Инженерам Вот, короче А принадлежит ли кому-нибудь Эта идеальная Эфемерная картина? Так Э? Ты все еще за мной следуешь? Тебе разве нечем заняться? Больше заняться? Эй, Лера Ты же проделала Весь этот путь сюда От столицы Так? Да Ты боялась быть в одиночестве? Нет Я не рассчитывала Что продержусь Так далеко Если честно Почему? Ну я думала Что умру в сугробе Или чего-нибудь такое А зачем тогда Ты решила путешествовать? Ну я думала Что было бы хорошо Тихо исчезнуть Короче У нее какая-то херня В жизни была И походу От столицы она уехала Что-то не так было, да? Никто не исчезает Лера Мы навсегда существуем В памяти других Я сказал Что-то не то Угу В памяти других Пока они тоже не исчезнут Да? Ой господи Я хожу по этой фигне Да уж Явно Кстати Свет Заметьте Можно в разных комнатах Зажигать Слушай А может быть Это как-то влияет На концовку Но тут свет Я не могу зажечь Дальше Да? Мне нужно Найти бензин Вот Кстати Что-то течет Это есть бензин Набрать жидкость? Жидкость Вытекает из трубы Наполняя банку Отвратительной грязью А Я пытался Выйти Получается Сейчас Ладно Сейчас Сейчас Неоновая бутылка Козировки Лежит в углу комнаты Взять ее Неоновая Господи Где она Все это Так Банка Наполненная бензином Не знаю Где это неоновая банка Хер его знает Полдня Искать Из всех вещей Так дверь Прочно застряла Я не уверен Что мне хотелось бы ее открыть Даже если бы я могла Так тут больше ничего Вроде бы нету И неужели Сейчас концовка будет Или че? А в чем Именно смысл? Меня эта игра должна Как-то же поразить Для чего я ее прохожу? Она очень короткая Я сразу говорю Но Эти звезды Это те же звезды На которые Смотрела и ты Так ведь? Так что даже До того Как ты сюда пришла Мы смотрели на одно И то же небо Мне нельзя уходить Потому что Снаружи опасно Но звезды Те же самые И я связан Во всеми Со всеми Наверное да? Со всеми Через бесконечное небо Через это бесконечное небо Я не знаю Кто дел Этот перевод Но почему Он с такими Ошибками? Игра же Не новая Прям Ну туда Она уже Долгое время Находится Ну вообще В ютубе вроде Ну не в ютубе А в господи Там где ее можно Скачать Неужели Никто не Попытался Поменять Текст Мне бы хотелось Дружить со всеми Кто смотрит на эти звезды Никогда не видела Так много звезд Ночью В городе Световые загрязнения Их блокируют Я этого не знала Вообще-то на самом деле В городе Не Как он называется Там свет просто светит Да получается А не грязь там Какая-то блокирует Тем не менее Мы видим одну луну Все смотрят Как луна меняется Со мной По всему миру Когда я вырасту Я полечу на луну И тогда все увидят меня И я увижу всех на земле То есть типа Я умру Короче да И там подобное И лечу В том возрасте Мне тоже хотелось Быть космонавтом А вот О чем Речь была Я хотела Посмотреть на восход Из космоса Говорят Он захватывает Дыхание Почему ты передумала Путешествия в космос Больше не прибыльные Лол Оуу Типа Надо на что-то Жить да Не только Жить мечтой Но меня это не волнует Я буду продавать Лунные камни Люди будут платить Кучу денег за них Да Это умная идея Это она Это реально она Это ее Юношеский максимализм Да Ты же купишь немного у меня Правда Я отложу один для тебя Большой и красивый Конечно Так Только не говори Что ты сейчас Прыгнешь еще с крыши Так Я не могу Подойти к ней Так Только не говорите мне Что я Что просто Уйти И все Опа Новые локации Так Ну вот мы и оказываемся Непонятно где Это уже Явно Сумасшествие какое-то Происходит Это не та лестница По которой я поднялась Нет Она ощущается как-то не так Это не бетон или камень Она как будто бы Органическая Как кожа Хотя Этого не видно Лол Хочу блевануть Ну идем наверх тогда Наверное да Тут какие-то странные лестницы Как знаешь Какой-то сон Который Снился когда-то давно С лестницами У каждого Наверное Такой сон был Тут какая-то панель Но она не работает Я подхожу И ничего не происходит Может надо Вбежать вверх Мне кажется Что это А нет Так А это скорее всего комната Когда нам было 16-17 лет Потому что тут музыка Рок да И там подобное Это была какая-то музыкальная группа Вроде тех Что можно найти В комнате любого подростка Но я Не могу и прочитать Ни одного слова Я Узнаю буквы Но слова чужие Лица Лица тоже не ясны Три Глаза Не торта Нос Верх ногами Это странное подобие Человечности Что это за место Ну это наша комната Просто блин У кого такой комнаты Не было Кто не увлекался Роком Да Или подобной музыкой Или хотя бы Подобным стилем И вот мы выходим И что теперь мне делать Надеюсь Тут будет Какой-то Очень интересный сюжет Потому что Пока что Мы Ничего толком Мы не сделали Так И вот смотрите Открыт проход вниз Где мы находимся Непонятно Это не взаправ Ну конечно же Это еще одна вещь Созданная Чтобы насмехаться Надо мной Больше всего Хотелось бы в этой игре Какой-то увидеть Страшный момент В плане Гротескный Блять я упал Класс И тут уже Мы не знаем Где мы Типа да Ну понятно Может быть Свет надо везде Стены сами собой Перестанавливаются Интересно Раздавят ли они меня Может быть Лучше Остаться в одном месте Чтобы сразу Покончиться Всем этим Может сюда надо Так Я хожу Хожу А вот двери Походу Непонятно Где мы находимся Я надеюсь Что это не у меня Сломанный Текст Потому что У меня в компе Текст Ну Как бы Давным-давно Сломался Из-за кое-какой Японской игры Блин И все Пиздец Я не знаю У меня шрифты Порой где-то Написаны неправильные Не знаю Тут три двери Господи Картинки Они должны быть Они должны быть Обычными лицами Все части на месте Но не смотря на это Что-то меня В них отталкивает Например Аниме Аниме На самом деле Вот эти картинки Мне больше смешные Чем страшные Потому что Ну Это рожи Чисто знаешь Как будто с мемов С каких-то Просто Ору Не знаю Пока игра Не пугает Так А Но Она должна Давить на психику Вот это Вот С какого-то Аниме Я даже Не знаю С какого Знакомая Это типа Ип Ип на Такую Тему Да Там тоже Картины были Я уже был В этой комнате А она Изменилась Хм Так И куда же Мне идти Вопрос Ага Понятно Эваковыход Эвакуация Что ли Что за мужик сидит Мужик Тебе нормально Так Теперь мы попадаем Вообще непонятно куда И Где-то бродим Вот такое ощущение Куда реально В каких-то снах своих Так Выйти я опять же не могу Я просто хожу туда-сюда Вода И опять мы тут Теперь уже картинки Немножко Другие Было бы классно Если бы хотя бы Какие-то скримера Для разнообразности Добавляли Но скорее всего Их нету Только потому Что это типа Психологическая Такая штука А хочешь я тебе Песенку спою Так Спой Я помню Пенис большой Я помню Пенис большой Так Опа Я хотел там посмотреть Я не знаю в чем Я что-то хожу Ничего не могу использовать Просто хожу 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 А использовать Я подхожу К чему угодно Но ничего Вот пожалуйста И вот мы опять Где-то непонятно Где И плакаты Как будто бы какие-то СССР Вот записки Почему-то тоже Я не могу использовать То есть я тут должен Просто бродить И все Вот этот эффект Прикольно сделан Типа дальше мы не пройдем Ну это наверное Наши воспоминания Перемешанные С поехавшисью Какой-то О Мясо как раз по акции Вот я себе Когда купил В квартире повесил Тоже вот такой кусок мяса И нормально Подходишь Отрезаешь каждый день На сковородочку Пожарился яичками Пошло Поехало Нормально А кто так не делает Это типа Нормально Вот кстати Какие-то надписи Написаны на Слушайте Может быть Отсюда уже Играет роль Какая концовка Типа будет у нас Вот давайте Со смайликом В дверь зайдем Потому что типа Все хорошо Смайлик да Не ну дом русалки Конечно был пожестче В плане в том что Игра была более Как будто бы Сюжетная что ли Тут вообще сюжета Как такового нету Тут просто ты бродишь И все Вспоминаешь прошлое Бог Любит тебя Может надо как Тут какой-то А-ля Сайлент Хил Отчуждение Это главный Недуг человеческого Состояния Твои чувства Дифференцировались Ты закрыла Себя от мира Жалкой кожей Шкурой И я не успел Прочитать Спасибо большое Я это хотел Да И что мы сейчас будем В ту же местность Проходить Нет Походу это не тот Не та дверь наверное Ну у вас хотя бы Есть возможность На паузу поставить И вострить что там написано А у меня нет Печенье 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 Это как варенье Но оно вам не печенье Опа Мясо Почем мясо Не у кого даже спросить Капец Почем мяско Напишите пожалуйста Скажите Никого нету Блин Как всегда То есть В СССР Было Мясо Как это называется Дефицитом А тут почему-то Его много Как-то странно Да Так Тут у нас Какие-то Коллекционирования В детстве Я обожал бабочек Я поймал одну И приколол ее На стене И она Развалилась за день Мне хотелось Сохранить кусочек Той радости Но она Посерила И распалась Прям перед моими глазами Так И кровяша Кстати Но опять же Это наше Воспоминание Да Куда идти Что-то мы бродим В одном и тем же А вот смотри Сюда можно пройти Пиво И пива нету Опять какие-то куски Прям Фу Я нажал О Наконец-то девочка Что ты Что ты нахуй Со мной Сделала Ты че ругаешься При ребенке После того Как я с тобой Поговорил О комнате Стали меняться Как будто бы Они пытались Меня поймать Да Девочка Виновата Ты все еще здесь Лира Я услышал Как бетон Начал двигаться Когда ты ушла И я думала Почему ты такая Спокойная Я рада Что ты в порядке Мне хотелось С тобой поговорить Еще Ты нашла Тут бензин Почему бензин Написано Бензин О котором Ты говорила Ранее Почему Некоторые слова Через черточку Через дефис Тире Да Хочешь я тебе Выведу Твоей машине Тут видимо Если мы останемся То будет пиздец А если Выйдем Ну давай да Давай выйдем Внаружи вместе Ладно Эта игра Еще немножко Напоминает мне Чуть-чуть Совсем напоминает Дарквуд Но в Дарквуде Совсем другая атмосфера Хочешь я В тебя влюблюсь Я думаю Эта лестница Выведет нас наружу К твоей машине Это не та По которой Сюда попала Одна дверь Ведет к двум лестницам Ну Сейчас мы куда-то Наверное Вообще На небо Попадем Сложно сказать Они никогда Они иногда меняются Не походу Девочка это другая Почему эта девочка Тут находится Непонятно Кто эта девочка Тогда Если это не мы Но это наши воспоминания Ты знаешь Когда они собираются Измениться Немного Я должна быть Осторожна Держаться подальше Что случится Если ты Не подальше Когда они меняются Будешь не подальше Почему Тут такой странный текст Такое ощущение Как будто переводил Реально какой-то Англичанин И Добалды в промпте В гугле Чисто Давай выйдем наружу До того Как начнется дождь Сегодня должен Пойти дождь Такое ощущение Как будто я уже До концовки дошел Но я реально Ничего не понимаю Мы почти вышли О Оно начало Иметь смысл Когда ты пошла Со мной Почему Почему так До этого Комнаты Как будто бы Складывались Друг в друга Это секрет Че Ты его часть Не так ли Ты сделала Ты сделана Из того же Подожди Из того же Что и пульсирующее Мясо Я не знаю почему Но я думала Что ты просто нормальный Ребенок Когда увидела тебя Впервые А ты нормальный Человек Хм А почему она думает Что это мясо И что это за мясо Чье это мясо Я не знаю Конечно Конечно Ответим Ты нормальный Человек Я не думал Что ты нормальный Человек Потому что Большинство людей Не ходят Не хотят со мной Дружить Что за песня Сай Потом она окажется Мясом А мы видим ее Как девочкой Такой прекрасной Да Много кто злится На меня Они кричат И орут И пытаются Меня ударить Ай Я очень Очень буду скучать Лера Ты будешь писать Мне кучу писем Я попытаюсь Конечно нет Какие письма Я попытаюсь Жду не дождусь Наверное Одна из концовок Где мы просто отвечаем Все время Негатив А тут позитив А вот ли это Я думал Что мой мозг Создал Амали Амалигамацию Моего детства Вот Телевидение Квартиры Бабушки Вот кто же тогда ты Может это сестра Какая-то наша Когда я ступлю наружу Ты исчезнешь Не так ли Не глупи Я остаюсь здесь Она как будто бы Остается за Миром Но кто это Непонятно Надо другие концовки Проходить Но если что Я сохранился На середине Хм Вот мы и здесь Это то где ты И зашла Так Вот путь По которому ты зашла Не так ли Можно так было сказать Ну что за Блять Что за Да не могу поверить Это значит Теперь ты уходишь По настоящему Я буду очень По тебе скучать Ты же не забудешь Обо мне Обещаешь Стой погоди Пожалуйста не плачь Тебе не надо плакать Я обещаю Только если ты пообещаешь Что будешь меня помнить Обещай Я обещаю Все будет точно Все точно будет В порядке Так Пока-пока Прощай Прощай Ника Я вообще не пойму Кто это А я у тебя на пути Нет А может быть Да сказать Да И в итоге Ничего не происходит Мы так же выходим К той же машине И скорее сейчас игра Закончится И просто мы умрем И все Потому что мы попали В автомобильную Кота Пиздец Ржавый кусок металла Передо мной Едва похоже на автомобиль На котором я сюда приехала Это не может быть Той же машиной Конечно У меня не было Всего полдня Максимум Дерево уже успело Вырасти из обломков И умереть Оставив свои ломкие ветки Торчать из окон Ахаха Конечно Но мы умерли Уже давным-давно Уехать из мира Сделанного из плоти И вернуться К моим обыденным будем Это было бы смешно И что нам Теперь книги надо А ну дай пустую Хотя бы Машина кстати Ржавая реально Я сначала подумал Что она какая-то Как из плоти Там Мда А ну-ка Идем Я пришел обратно Лоу Лера Ты все еще не ушла Ты уже вернулась Не думаю Что я теперь могу уйти Не глупи Не глупи Значит Ты останешься Хоть на чуть-чуть Да-да-да-да-да Ура Мы остаемся На всю жизнь Хочешь встретить Мою семью Они были бы рады Ведет тебя Я правда Супер уверена Если ты боишься Потеряться Я могу тебя туда отвезти Ведь я знаю Все На своем доме Это дом Что это за дом Это мир За гранью Ну типа мир Ее детство Но почему мы тут Непонятно А куда она нас ведет Кстати она в другой дом Будто ведет Дом ведь справа был Нет Так Может она не обошли Еба Там какая-то колобака Он с окна Смотрит И шо Ощущу я себя Мышкой С которой играет Невидимый кот Или что-то подобное Однако Есть что-то успокаивающее В отсутствии контроля Над собственной жизнью Будет полностью На произволе судьбы Свободной от вины От вины Не игра дальше Продолжается Я думал Конец будет Эта комната Очень противная Пахнет как Селеные огурцы Нет Пахнет как гниющее мясо Сколько времени Ты мне дашь До того Как я закончу Таким же трупом Я не заведую Твоей смертью Глупышка Заведую Такое слово Не управляю Ну да Наверное И звук Как будто бы По чашке Ложкой Шкребут Знаете Вот это С утра Когда ты поспать хочешь А батя приходит И шкребет Снаружи холодно Но тут же И тепло И уютно Правда Мне кажется Что ее родители Это вот эти вот Куски мяса Давай мясо Я удивлена Что отопление Все еще работает Это не отопление Это куски мяса К тебе прилипли уже просто Конечно Все тут живое Живые существа теплые Да Вот кстати От них тепло идет Пиздец Как знаете Заходите Коровам В эту Как она называется Где вот они Как не пасутся А находятся Как эта штука На ферме Да А там даже зимой тепло Потому что От их тел исходит Ну тепло просто нереальное Наверное ты голодная Так я взяла перекусить Оно гнилое Неа Это что такое Протянув руку Она дает мне пряник Покрытый сахарной пудрой Я беру его у нее И отламываю кусок Он теплый Мягкий Не открови Лишних сухожилий На вкус как пряник А лишних сухожилий Как будто в прянике Должны быть сухожилия Не лишние Она не сводит с меня глаз Я избегаю ее взгляд Ты съела его А ты правда доверяешь Мне уже все равно Умру ли я Это неправда Я смотрю на нее Вопросительно Молча Каждую ночь Я залезаю на крышу Смотреть на закат Иногда он розовый Иногда золотой Иногда багровый Когда Смог делает Его таким Смог Я хочу знать Какого цвета Он будет завтра Может он будет Зеленым Может голубым Что я хочу сказать Лера Это Ты не хочешь умереть Ты хочешь только Сбежать от страданий Ты хочешь вернуться В чрево Бесконечное счастье Без помех Перерождение Скорее всего В чрево Да Это фантазия Жизнь значит страдать Или принять вероятность Будущего страдания Типа Жизнь это только страдания Блин Мы же Сами Выбираем Что у нас будет Страдание Или Счастье Каждый человек Находит Долю радости Какую-то Или там подобное Если конечно Не в тюрьме сидишь Да Где ты не можешь Никак радоваться Но Люди могут радоваться И в тюрьме сидеть Типа Ты сам выбираешь Как я буду себя чувствовать Плохо или хорошо И вот и все Перед тобой куча вариантов Возможностей А то что ты не хочешь Это уже Ну это все зависит от тебя уже Да Это становится правдой Только когда ты Отталкиваешь себя от других Эй Вера Ты теперь правда боишься Меня Не так ли Я очень Я только хочу Чтобы ты была счастлива Слезы скопились Вокруг ее ресниц Ее лицо красное Еще Еще до этого Что Ее лицо красное Еще до этого До чего до этого Ты хороший человек Так что я хочу Чтоб ты была счастлива Прости что я страшная Да Скорее всего Мы видим ее так Она по другому выглядит Она начинает Вытирать слезы Своим рукавом Избегая взгляда Со мной Что мне сказать Почему я хочу Утешить это существо Которое хочет Мои смерти Да Но разве хочет Она говорит наоборот Типа Что ты хочешь жить Да Я не боюсь тебя Ника Ты врешь С этим она встает И смотрит Другой конец Тусклого коридора Ее лицо Все еще запятнано слезами Я Знаете Есть много разборов На эту игру Уже Именно разборов Там и пересказ И то и все И пятое Десятое Но я вот хочу Сам понять этот сюжет Но если мы не поймем То Можно будет посмотреть Да На полу лежат Высохшие краски Взять их И опять мы будем Типа собирать Эти краски Господи Еще и Сейчас вот Прикинь Среди вот этого всего Искать эти краски Вот Дешевый акварель для детей Я любил рисовать красками В начальной школе Но у меня Походу Но Но Блин Там просто Обрезаны слова У меня нет таланта Рисование потеряло Своё очарование Так Теперь мы вместе Ника и Лера Блин Ну значит Это не мы Да Когда я вырасту Я тоже буду На плакатах Вырезках Из журналов И как ты Этого собираешься добиться Ну я буду Очень красивый И умный Буду очень сильно Работать И буду добрый Ко всем Ты думаешь Это вот достаточно Почему ты портишь Мне мечты Потому что Типа потому что В жизни так не происходит Да Потому что У тебя нет своих Это слишком далеко Ты все еще можешь Выбрать Блин Тут даже буквы Блин Я не знаю почему Может я такую версию Скачал какую-то Или что Во что верить Ты сказала Что у тебя нет будущего Но разве Нельзя все равно О чем-то помечтать У меня нет будущего Потому что я умираю В лабиринте Собственной галлюцинации Мелкая Прости Не уходи пожалуйста Мне очень жаль Разбитые бутылки иглы Подростки из города Часто ошиваются Да Но я давно их не видела Может наркоманы Тоже попадали сюда И типа проживали Часть своей жизни Что там Что это Я даже не вижу Из-за вопросительного знака Что это Мясо Или что Непонятно В конце улицы Где жили мои родители Было заброшенное здание И каждый день Я проводил В тех пустых комнатах Эти комнаты Такие же Знаешь ли В смысле Знаешь ли ты Вдоль ночных дорог Ты знаешь Почему вы Регулируете Подожди Регур Гитируете Мои воспоминания Это есть такое слово Да Я не знаю такого Но я знаю Многого другого Эйр Тебе нравится это место Они сделали его для тебя Ты об этом говоришь Сделали для меня Значит Как мило Мальгий кукон Моих счастливых времен Зачем вам было Портить его Всем этим мясом Хм Ну мясо сейчас Дорогое вообще Так как тут Бесплатное Смотри Фарш Фарш Шуровые фигурки Фарш Чего Разве они не красивые Фарфоровые Наверное Да Кто здесь оставил Говорина Что моя семья Не будет против Если ты возьмешь одну Ты можешь взять ее домой Чтобы она напоминала Обо мне Не думаю Что я дожму до того Чтобы тебя забыть Так Фарфоровые игрушки Понятно Ну хоть не деревянные Которые прибиты К потолку Это что шоколадка? Что это да? О да Я нашла ее в одной из комнат Выглядит очень вкусно Отдать ей ее Давай Да Большое спасибо Лера Ты самая лучшая Самая лучшая Хах Не думаю что меня так Кто-то называл Эй Лера Ты боишься смерти? Да Да мурашек боюсь Я думаю наверное Поэтому я начала ехать Крышей Нет Подожди Ехать на машине Наверное да? Я думала что так смогу Тихо исчезнуть Что меня погребет под снегом И все чисто бескровно Так она собиралась поехать И умереть Походу я так понимаю Да? Я не могла принять Конечную смерть А ты ее боишься? То есть она не может принять Но она поехала на смерть Да? Моя семья сказала мне Что я не умру Потому что Они меня любят Я как-то узнал о муравьях Колония муравьев Это одно целое существо Когда муравей умирает Остальные съедают Его оболочку Существо продолжает жить Бесконечно Да Если мы мясо съедаем Курица Которую мы съедаем Она тоже живет бесконечно Или как? Наверное нет Глаз того муравья Растворяется Из него получается Глаз новорожденного муравья Целое существо Бессмертно Из-за этих сильных связей Этой мощной любви Это бессмертие Достижимо только Через каннибализм Что за забавная история Это просто метафора Тебе нравится? Ты не думаешь Что хорошо бы Жить бесконечно Без страха Или желания Как тут муравей Реассимилироваться В большое существо Снова и снова До конца времен Это Мирно Она говорит Я не знаю таких слов Но тут она говорит Реассимилироваться Бля Кто-то вырвал Все кнопки Лифта Ничего Он поймет Куда нам надо Мы приехали Вот сейчас игра Более забавна Когда мы хотя бы С этой девочкой проходим Хотя бы есть диалог А не просто да Мы собираем какие-то предметы Начало какое-то такое Скучненькое было Хотя хер его знает Так А ну-ка Это типа Опять же Наше Ну детство Я так понимаю Короче Все этапы жизни Ее Вот и все Ты знал Разлагающийся Органический материал Это отличное удобрение Для цветов Это неудивительно Но мне интересно Где ты выучила фразу Вроде разлагающийся Органический материал Вот-вот Должно немного Утешительно знать Что наши трупы Могут содержать Сады поколениями Все связано Все связано Твое тело гниет В букет А венерина Мухоловка Прекрасно Прекрасного оттенка Зеленого Только из-за насекомых Которые Ее кормят Которыми она питается Скорее да Это связь Не-не правильно Так ведь Цветок неплохой Из-за того что ест тело Не отдавая свою плоть Мир бы стал безжизненным Типа мы отдаем Свою плоть И типа все растет Но вообще как бы В земле может расти Без плоти да Типа если почва нормальная Там подобное Не обязательно Давать свое Своё тело Чтобы вырастить дерево Это твое оправдание Ясно Наверное растение Что есть мух Не более правдоподобно Чем здание Что есть людей Верно Типа здание Это съело нас да Чем музыка какая-то Грустная Вот именно Ее слова совершенно Ненормальные Но почему они меня так Они меня утешают Господи музыка Вот реально Депрессуху под эту игру Можно словить Я думаю хорошую Поэтому я буду Как-то Какие-то шутки говорить Я и пытаюсь это делать Чтобы вам не было грустно Да можно проникнуть В эту игру Но блин Я не хочу чтобы у вас Плохое настроение После нее было Потому что музыка Уже какая-то грустная Включена Так А где же мы сейчас находимся Это типа наша работа была Или что Леони это дом В миниатюре Наш да То Атлину повезло Что он мог мечтать Какому-то Атлину В смысле Ты можешь вообще Представить это 400 месторов Стали И стекла возвышаются Над Петербургом И проецируют Сообщение на облаках Тем не менее В 1920 Это казалось разумным Ага Эта разработка Это разработка была Старая Когда я начинала Университет Я думала Что смогу быть Как он Аааа Выдумывать Утопические Мега структуры Для новой эры Ты все еще жива Лера У тебя все еще Есть время Стать частью Чего-то большего Типа Короче Она на мечты Свои забила И там подобное Наверное Что-то в жизни Пошло не так И там подобное Блин На свет везде Включать Наверное Я не знаю Я уже где-то Наверное Пропустил этот свет Так Fuck you Млиттермен Засранные туалеты Зачем-то мы заходим Я не знаю Кто-то накекал К чему это Я не понимаю Тут ничего нету И опять на лифте Едем Да Короче То же самое Там был Там была лестница Тут лифты Ну давайте посмотрим Пошли Интересно В чем играют Роли концовки То есть Типа Как их выбирать Как их выбивать Это мое тайное убежище Никому не говори о нем Хорошо Обещаешь Тут вообще Болото какое-то Непонятное А может быть Мне в другую сторону Идти Нет Кита Но я пройти не могу И что делать Что Ехать дальше Кстати Тут заставка Я даже сам не подхожу Пошли Вот Пожалуйста Смотри Смотри Это мой бассейн Светпуль Разве не изумительно Классный бассейн Крутой Да Как бы мне не хотелось В детстве иметь бассейн В подвале моего дома Эээ Бассейн В подвале моего дома Хотя жаль Что вся эта вода Испарилась Чем ты здесь занимаешься Мне нравится тут Играть с голосами Когда я что-то говорю Они мне отвечают Но это просто эхо Разве нет Ты даже сейчас Его слышишь Может и эхо Но я могу притворяться С эхом А разве ты так Не ощущаешь себя Одинокой Иногда кто-то приходит Сюда через год Другой Иногда кто-то приходит Раз в декаду Так что я привыкла Быть в одиночестве Она единственная Тут остается Как будто бы в лимбо Да Между смертью И жизнью А наверное Кто-то приходит И уходит Я пробовал уйти Но я пыталась 73 раза Это не работает А вот 48 Если попыталась То это работало Ты же вроде говорила Что твоя семья Составляет тебе компанию Потому что ваша связь Такая сильная Но это не то У них нет рук и ног Следуй за мной Хорошо Я хочу показать тебе Кое-что особое Да мы к этому особому Уже всю игру идем Практически да Или половину Сейчас она сыграет На пианине С органами Ни разу не ожидал Увидеть тут пианино Кто научил тебя На нем играть Ты не хочешь спросить Почему из пианино Вылазит Мясо Моя семья Меня научила Видишь Они играют со мной Я чувствую Как клавиши двигаются Не под моими пальцами А синхронно с ними Когда мне одиноко Я хочу плакать И мне надоело Слушать свой голос Я играю на нем Я чувствую Как их любовь Окутывает меня Это прекрасно Люди приходят И уходят И уходят И уходят Но моя семья Всегда будет здесь Разве тебе не страшно Быть одной Разве ты не боишься Холодной смерти И снега снаружи Я не могу понять К чему это относится Ее семья Которая находится Которая находится тут И она тут тоже находится Хм Эй Лера Симфония Есть какие-то предположения Напишите Я у тебя на пути Нет Почему она спрашивает Это постоянно Игра Практически Где-то на час Я видел Люди записывают Но у меня Может чуть больше Получится Потому что Я прям останавливаюсь Пытаюсь думать Там что-то туда-сюда Порой люди Просто пробегают И все Ты взволнована Перед встречей С твоей семьей Ага Быть частью чего-то большего Никогда не голодать Или бояться Я тоже за тебя волнуюсь А ну давайте я сохранюсь На всякий пожарный Потому что мало ли Там выборы какие-то будут Чтобы посмотреть Будут ли какие-то концовки Не Красиво выглядят органы Ну типа Очень даже Жестко выглядит Типа мне надо как-то Лестница растворяется В дымчатой темноте внизу Металистские кольца Крошатся в мрамор В мраморное мясо Это прекрасно Да невероятно красиво Только Так могу я это описать Лестница прочная Она выросла здесь для меня Я знаю Выросла Небо так прекрасно Я рада что дожила До такого Красивого заката Можно было с ней поговорить Закат внутренностей С персиковым оттенком Жировых тканей И розовыми Сердечных Сердечных струн Пиздец Сравнило мясо С светом персика Волокна Нет Руки протягиваются И убаюкивают меня Никогда бы не подумала Что есть Что-то настолько удивительное В этом прогнившем мире Пока я опускаюсь Последний проблеск Кирпича Исчезает В мягкое Любящее Бесконечное мясо Спасибо Спасибо что показали мне Этот прекрасный мир Только не говорите Что это концовка Я так счастлива И это все А где А где И опять мы тут Только уже маленькие Так Смотри Я хожу Тебе так повезло Лера У тебя идеальная жизнь Идеальная семья Идеальный дом А перед этим Помните Они гнали на нас Ты будешь с нами играть Лера Ты должна Ты вчера говорила Что будешь так Что не уходи То есть Она вернулась С детства Когда была счастлива А во взрослой жизни Она несчастлива Да Несчастна Вот мать Наверное Вот ты где Милая Я повсюду тебя искала Ты веселишься С друзьями Да Я рад это слышать Я пришла за тобой Потому что ужин готов Вся семья тебя ждет Что у нас на ужин Это сюрприз Но я знаю Тебе понравится Пошли Блять Такое ощущение Хэппи энд Мы умерли Но как будто бы вернули Блять Это вообще Несчастливый конец Потому что Мне кажется Мы умерли И эту всю иллюзию Могла создать Просто-напросто Это кусок этого мяса Да Господи Подожди А это типа после игры Да Типа можно посмотреть Разработку И там подобное Как ты меня нашла Я думала Я спряталась Очень хорошо Почему ты вообще Пряталась Я думала Ты будешь на меня злиться Если честно Что-то тут еще есть Я думаю В этой игре А ну сейчас Эта игра была Возможна благодаря Многим добрым людям Которые помогли мне С бета-тестированием Спасибо за вашу щедрость Так вот Получается Бета-тестирование Ну типа люди поиграли Игра классная Но хотелось бы Пострелить еще концовки Более того Я использовала графику С нескольких сайтов С ресурсами В дополнение То что создала сама Тайтлы Так Ван и душа Магнитофон Музыка Перевод на русский Дедлайм Какой-то Я хочу сказать Эта ситуация Почему ты здесь Как бы сказать Потратила Этой девочке Радость Магнитофон Нас сожрет Умру Жить ему Магнитофон Добры ко мне Умираем Тут Я так понимаю Господи Какая жесткая Концовка Но походу Это еще одна Концовка И наверное Больше нет И вот как ты меня Нашла Я думала Я хорошо прячусь Короче Вот эта комната Кстати Вот эта комната Это как Знаете В японских Тоже таких Пиксельных играх Оно тоже Такая комната И ты можешь там Типа полазить Посмотреть Че кого Но больше я тут Ничего не вижу Если честно Это странно То есть Только девочка Короче Так Друзья Что я хочу сказать В общем я прошел эту игру Игруха классная Мне понравилась Она очень короткая В принципе Все Я не знаю Какие тут разборы Можно делать по этой игре Тут все и так понятно Мы попадаем В автомобильную аварию Скорее всего Мы попытались Это Спровоцировать сами Скорее всего Ну в самом начале Это рассказывается Говорится Попадаем В мир Перед смертью И тут только мы сами Выбираем Типа Жить нам дальше Или нет Весь мир составляется Из наших воспоминаний Наших Как бы сказать Переживаний Там И разбитых мечт И там подобное Короче Как в принципе У всех в мире В жизни происходит Нет таких людей У которых все классно Получается Сразу они бах Бабах И все классно Нет таких людей У которых Которые счастливы Всю жизнь И там подобное Тоже Вы должны понимать Это Игра классная тем Что я сейчас скажу Сразу же Графика классная Шикарная СССРская тема Ну опять же Про детство Я не знаю Почему-то люди любят Добавлять все СССРское Типа Что в принципе Каждая Чуть ли не русская игра Ну опять же Этот разработчик Говорят Иностранец Но мне что-то кажется Я очень сомневаюсь Что он иностранец Мне кажется Он жил Или в России Или где-то В странах СНГ И короче Потому что Ну все Все он знает Что и как И там подобное То есть Какой иностранец Знал бы про эти Этажки Про квартиры Такое детальное Описание Не важно В принципе Вообще Просто в том же Бесконечном лето В том же Дом русалки Но дом русалки Это вообще Совсем отдельная тема Советую Если кто не видел Посмотрите У меня разбор Или поиграйте Это бомба Я хочу сказать Игруха классная Ну В принципе Ничего нового Я тут не увидел Но мне нравится То что такие проекты Вообще выходят И у меня такое ощущение Что я в нее играл Но такое ощущение Как будто я Либо не доиграл Либо играл в демо версию Хрен его знает И я не Вряд ли я играл В нее Может на стриме Когда-то проходил Может я не помню просто Короче с вами был Блуд Линнес Я думаю Вы напишите Как вы поняли Эту игру Что это было за мясо Вот это вот вопрос Непонятно Почему оно у нас Это типа смерть Которая нас зазывает Туда Это Ника Кто такая Ника Да Это девочка Которая попала В Лимбо Не может выбраться Из него Или это все таки Монстр Потому что мы видим его В таком виде Странном Да Ну как вы поняли Игру Напишите обязательно В принципе Все и так понятно С вами был Блуд Линнес Подписывайтесь на канал Подписывайтесь В группу ВКонтакте Ставьте лайки И Смотрите Будем проходить дальше Поехавшие игры Оставайтесь с нами Субтитры сделал DimaTorzok